Привет! С вами Корней. Сегодня я хочу поговорить о первичнородных и вторичнородных животных. Есть такое деление в биологии. Я увлёкся этой темой, когда мне стало интересно, почему проститутки никогда не целуются. Я этого не знаю. Но то, что это так, мне рассказывали друзья. Мне кажется, что я нашёл этому объяснение. Я сегодня хочу с вами поделиться. Но я начну издалека. Итак, есть животные первичнородные. Это насекомые, черви и моллюски. И вторичнородные. Это хордовые, позвоночные и иглокожие. Например, морские звёзды. Животный мир делится на такие две категории. Кому интересно, тот может это прогуглить. Почему мы называемся вторичнородными? Потому что у нас рот и анус поменялись местами. По сравнению с первичнородными. А именно, первичнородные животные устроены правильно. Это изначальная природная конструкция. А у вторичнородных животных произошёл вот такой реверс. Сейчас я это объясню. Как вы знаете из школьного курса биологии. Эмбриональное развитие любого организма схематично повторяет эволюцию его предков. В самом начале эмбрионального развития, зародыш первичнородного и вторичнородного животного выглядит совершенно одинаково. Это что-то бесформенное. Я сразу хочу сказать, что рисовать я буду очень схематично. Чтобы не отвлекаться на детали. Чтобы всё было понятнее. Затем у этого зародыша появляется нервный тяж. Который в будущем станет спинным мозгом. Условно его так назовём. Затем появляется пищеварительная система. Вот так я её нарисую. До этой фазы первичный род и вторичный род и животные развиваются одинаково. Затем первичный род и животные как-то формируются уже в окончательный организм. Конечно, я очень схематично это нарисую. Нервная система. Пищеварительная система. Ну и глаз. С этой стороны лапы. Как вы видите, нервная система находится на нижней стороне тела. Если кто-то забыл, то у насекомых это именно так. То есть, что у нас является спинным мозгом. И как бы находится со стороны спины. У насекомых, у щеленистоногих, наоборот, на нижней стороне тела располагается. А вот у вторичного рода эволюция, вот эта эмбриональная, она вдруг начинает развиваться очень странно. Зарастает род. Эмбрион начинает выглядеть вот таким образом. Затем, этот род вновь образуется. И мы получаем, и опять-таки, очень схематично нарисую. Некое такое животное. Но у него кое-что оказывается не так. Во-первых, Сторона тела, где находится вот этот нервный тяж, она оказывается верхней. То есть, лапы отрастают вот отсюда. И меняется положение головы. То есть, голова оказывается здесь. Я обозначу это вот таким глазом. То есть, мы оказываемся дважды перевёрнутыми. С одной стороны, у нас меняется спина и живот. А кроме того, ещё голова и зад. Вот за счёт чего такое могло произойти? Ведь изначально развитие идёт абсолютно одинаковым. И вдруг какой-то сбой. Вдруг урод зарастает. Учёные объясняют это тем, что наши древние предки, на какой-то стадии эволюции, вели сидячий образ жизни. Наподобие актиний. Не только актиний ведут сидячий образ жизни. Животные напоминающие растения. Это эволюционно достаточно часто в природе повторялось. Но у таких животных, личинки активно плавают. Они плавают, чтобы расселяться и найти удобные места для питания. И вот очевидно, что первичная ротая личинка плыла, чтобы найти подходящее место. Нашла его. И прикрепилась. Ну а прикрепиться было легче ртом. Потому что рот более активная часть тела. Но рот у неё оказался закрыт. И поэтому он зарос. Ну а питаться ей пришлось тем, что осталось. То есть анусом. Так вот поступала пища. Впоследствии, судя по всему... И кстати, вот эта стадия развития, да вот отражается вот на этой эмбриональной стадии. Когда рот оказывается заросшим. Но впоследствии, судя по всему, эти животные вновь перешли к активному образу жизни. Они отделились от субстрата. Снова стали плавать. Но они уже привыкли есть задней частью тела. Там уже всё для этого было приспособлено. И переделывать было бы глупо. Ну так и осталось. То есть вот наш рот, это на самом деле древняя задница. Задница древних организмов. Ну а задницу было сделать легко. Там вот она снова возникла. В том месте, где когда-то был рот. Ну а почему поменялись живот и спина? Дело в том, что такие животные, если посмотреть на них сверху, они круглые. Это был оборот. И поэтому, где спина, где живот, не так важно. Отделившись это животное, могло сориентироваться любым образом. И случайно получилось, что спина и живот оказались тоже перевернутыми. Вот таким образом, дважды нас природа перевернула. Ну, мне это кажется поразительным. И конечно, когда я смотрю на людей, я всегда представляю, какими бы они были, если бы такого не произошло. И какие органы у них развились. Особенно это интересно в тот момент, когда люди едят. Я даже специально для этого снял такой небольшой короткий сюжетик. И сейчас его вам покажу. Это такая своеобразная иллюстрация эволюции. Представьте, что вот эта такая свободно перемещающаяся личинка. Она находится в поиске удобного места, чтобы закрепиться и стать сидячим животным. Вот место найдено. Она закрепляется. Делает она это ртом, как более активной частью тела. Но как вы понимаете, рот у неё теперь закрыт. И она вынуждена питаться тем отверстием, которое осталось. То есть, которое раньше было анусом. Впоследствии она вновь перейдёт к активному образу жизни. Отделится от субстрата. Будет свободно перемещаться. Но привычка питаться другим местом уже останется с ней навсегда. Ну что ж, а теперь я ещё хочу проиллюстрировать все мои объяснения при помощи куклы. Это кукла моей внучки. Как бы мы выглядели, если бы мы остались первично ротами? Я начну не с человека, а с животных. Например, как бы выглядела собака? Сейчас собаки выглядят приблизительно вот так. А если бы собака была первичной ротой, то у неё бы поменялись спина и живот. То есть, это было бы вот так. А также поменялись бы голова и задница. Представьте себе вот такую собаку, которая может вас покусать. Но мы встали вертикально. Вот таким образом мы ходим. Это был бы у нас живот. Это руки. С этой стороны спина. Я думаю, что эта схема достаточно наглядно может объяснить девиантное поведение проституток в каких-то интимных ситуациях. Почему проститутки считают половой акт чем-то само собой разумеющимся, а поцелуй слишком интимным, чтобы его совершать? Да потому, что с точки зрения древней природы, наш половой акт, это как раз что-то напоминающее поцелуй. Это там, где раньше была голова. А вот наш поцелуй, как раз что-то интимное. Вы видите, где располагается рот. Это задняя часть тела, это нижняя часть тела. Это наши древние половые органы. Я думаю, что у проституток просто древняя генетическая память просыпается в определенных ситуациях. И поэтому они так себя ведут. Пускай кукла здесь останется для наглядности. Я хочу ещё раз рассказать, какие мысли меня посвящают, когда я бываю в лесу. Там я вижу различных насекомых, жуков, муравьёв. А ведь они, в отличие от нас, первичными ротами. У них ничего не менялось. И поэтому, когда я смотрю на спину жука, я понимаю, что у меня вместо этого живот. А когда я смотрю на его живот, я понимаю, что у меня вместо этого спина. Это бы полбеды. Когда я смотрю на его голову, я понимаю, что у меня вместо этого задница. А когда я смотрю на его задницу, я понимаю, что у меня вместо этого голова. И что самое обидное? Правильно это всё устроено у него. У нас у людей голова сделана из задницы. Меня это смущает. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был корней. Пока. Продолжение следует.